Стиховическое определение этого термина следующее. Сильный словораздел в середине стиха. Сильный словораздел. Что такое слово раздел? Понятно? Граница между словами. Более понятно, например, конечный словораздел. Это будет что у нас? Вы поступаете в роли конечного в стихе? Клаузула, окончание. Это тоже словораздел. Так вот, цезура – сильный словораздел в середине стиха, облегчающий восприятие его ритма. Облегчающий восприятие его ритма. Что это означает? При декламации, вслух, на месте цезуры мы делаем небольшую паузу, небольшую остановку, которая как бы делит, то есть разрезает стих на две части. Условно говоря, можно сказать, на два полустиха. Получается, как бы, два полустиши. Значит, это понятно, да? То есть, при декламации мы, вольно или невольно, делаем там что? Паузу. Проверим, так ли это в случае с стихотворением Акуджавы. Да? Посмотрим. Из окон корочки несет поджаристые, за занавесками мельканье рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Ну да, морозы и розы, что? Рифмуется? Да. Причем какие? Есть рифмы неожиданные, а есть что? Ожидаемые, ставшие банальными уже, такими стереотипными. Например, если вы в стихе произносите слово «любовь», то обязательно скорее рифмуется с чем? Кровь. Ну, причем это уже стало давно заметно, это уже, значит, поэтами и критиками давно, так сказать, обыгрывается, как такие вот банальные, очевидные и вполне ожидаемые рифмы. И, в принципе, это считается, что для поэта, если у него рифмы очевидные, это хорошо или плохо? Плохо. Конечно, плохо. Ну, не смертельно, но это признак банальности, такой стереотипности. Значит, обычно ценятся рифмы какие? Неожиданные. Редкие, да? Те рифмы, которые никому в голову что? Не приходили, да? Да, Пушкин обыгрывает как раз вот банальность рифмы «Розы-Морозы», да? И, казалось бы, он сам что? Пускай иронично, но использует такую банальную что? Рифму. Рифму. Но если прислушаться к рифме, да, ударили что? Морозы. Читатель ждет уж рифмы «Розы». «Розы», но я не буду записывать всю строчку, да, а только конец. Где здесь рифма? Если были бы «Морозы» и «Розы», то тогда рифма вот здесь была бы, да? То есть ударное «О» и безударное конечное что? «Ы». То есть рифма стоит из двух, собственно говоря, слогов, из двух звуков, да? Ну, это точная рифма, это богатая рифма, но есть еще... А у Пушкина интереснее. В самом деле у Пушкина рифмуются не «Морозы-Розы», а что? «Мы-Розы» и «Морозы». То есть конец слова «рифма» входит в рифму, собственно говоря. Ну, такие рифмы называются составные, когда рифмуется не только два слова, ну, скажем, в одном случае в другом, а когда рифмуется еще, скажем, слово и части двух слов, да? Такая рифма называется составная, и она, конечно, является более какой? Более оригинальной, да? И более неожиданной, и самое главное, не совсем заметной, да? Кто бы заметил, да? Ну, опытный и чуткий читатель, конечно, на это обратит внимание. Что на самом деле, ну, такая рифма еще называется «глубокая рифма», да? То есть когда рифмуется не только то, что находится после ударного или, так называемого, опорного звука рифмы, но и то, что рифмуется до, что? До опорного ударного звука рифмы. Так что на самом деле у Пушкина рифма-то не совсем не банальная, а достаточно сложная, кстати, сложная, да? Кстати, вот мы не раз вспоминали такого мастера стиха, как Валерия Яковлевича Брюсова, да? Он действительно был мастер стиха, да? Мастер в прямом смысле слова, умевший работать со стихом и с поэзией, да? Так вот, Брюсов сетовал на то, что у него нет, например, составных рифм, а вот у Маяковского, да, много. О том, что для довольно большого круга читателей Маяковский вообще как бы не очень, что, не очень правильный, не очень, что, хороший поэт считается. Приходилось так сталкиваться с таким, да? Какой-то корявый, да? Вот у Брюсова там Блок, Брюсов, Гумилев, там, ну, не говорю уж там, Тютчев, Фед, Полонский. То есть, какие-то такие вот правильные стихи. А Маяковский сплошные, что? Какие-то неправильные, да? Ну, да, это понятно, он футурист, он авангардист и, да, кстати, часто используют то, что недопустимо было в части рифмы для поэтов 19 века, неточные рифмы, да, неточные рифмы. И довольно много экспериментировал, да, со стихом, а эксперимент – это всегда выход за рамки нормы, да? Ну, вот Брюсов жаловался, что у него составных риф почему-то нет, ну, не получается, не получается. Если бы, наверное, постарался, может быть, и получилось, ну, не знаю, сейчас уже это не проверишь, не проверишь. Сонет, сонет, да? Сонет, по праву, считается одной из самых сложных стихотворных форм, да? Что такое сонет? Это, во-первых, довольно жесткая структура такая. Это всегда обязательно стихотворение из 14 стихов, разбитых на… Ну, у меня просто не влезло на эту страницу, да? 4-4-3-3, так называемые два катрена, два четверостишия и два торцета, да? Два трехстишия. Ну, катрен от quattro, да? От латинского quattro, 4, а tercet от латинского же слова tercia. Терция – это что? Третий, да? Терция – это тре-й, или тре-й, вообще, в мужском роде не знаю, как будет. Терция – это третье, да? Отсюда – это терцет, да? Терцет. Плюс с обязательной, что? Рифмовка, определенная система рифмовки. Потому что, если просто взять четверостиши, там рифмовка может быть что? Произвольной, да? Обычной, вот у Пушкина, там, и любого другого. А в сонете определить строго определенный рифм. Сейчас мы не будем разбираться, какая именно рифмовка, но можете сами потом обозначить. Рифмы обычно обозначаем буквами, да? Либо латинскими, либо что? Кириллическими. Ну, лучше обозначать латинскими, да? Ну, давайте рифмы у Брюсова, да? Видите, какая сложная рифмовка, да? Причем надо соблюсти, чтобы и здесь была рифма, и здесь, да? Ну, сейчас даже нас несколько рифмовка интересует. Просто это иллюстрации того, как Брюсов, в общем-то, довольно мастерски справляется, что? С этой трудной формой, да? Ну, можно, конечно, заметить, что увлекали сочинением сонетов многие символисты, такие, как, кроме Брюсова писал сонеты, и Бальмонт, и особенно мастером был Вячеслав Иванов, и Максимилиан Волошин, да? Блок не очень часто обращался сонетов, ну, тоже у него несколько сонетов есть, а футуристы считали, помните, сбросим Пушкина, Толстого, Достоевского, он чуть пароход сремился, вообще всю классику отбросим, поэтому они отказались от, собственно говоря, сонет вообще воспринимался, как такая очень старинная, архаичная, архаичная, в виде за футологию, старинная, есть архаичная такая, литературная, стихотворная форма, почему? Потому что основоположники сонета, кто? Суровый Данте не презирал сонеты, как писал Пушкин, да? Данте, Олег Гееве, уже 14 век, и второй знаменитый автор сонеты, да не сколько Шекспир, Петрарк.